друзья здрасте это дмитрий кузнецов компания алиам процесс деколлекторизации к вашему внимание а для чего мы это делаем для того чтобы привлекать клиентов компании алиам и нет не бывает я читаю регулярно комментарии конечно же меня очень радует меняемые но есть это даже не хейтеры это просто какие-то испуганные да вы чё люди добрые сейчас обобщаю да он это делает ради рекламы зачем вы это смотрите до реки представляешь да ради рекламы действительно этот контент вот на нашем канале это невероятный двигатель мы благодаря нашему каналу роликом которые выкладываются и на ютюбе вконтакте кстати подпишитесь можно в описании нажать ссылку там вы увидите все наши ресурсы где мы есть подпишитесь обязательно чтобы не потеряться поговаривают что ютюбу недолго остаться в русской версии так вот это мощнейший мощнейший двигатель рекламный для деятельности компании алиам для монетизации деятельности компании алиам до юристам надо платить хорошую достойную зарплату до нужно привлекать клиента для этого существует то что вы видите в том числе для этого но основная идея это процесс деколлекторизации борьба с таким явлением как взыскание просроченной задолженность напомню персонально никому претензий не имею пробую компания вред инспектор литвякова лолита романом на ведется запись разговора евгений сергеевич знаком вам ваш звонок очень важен для нас слушаю рады что наш звонок для вас очень важен вы оплату готовы произвести вы рады что я рад что вы рады оплату готовы произвести какую за что кому компанию ппс вы должны денежные средства размере 16700 рублей и уже 66 дней на просрочке до 17 мая задолженность нужно покатить перепуталась и местами надо сначала сказать кому должен а потом гореть оплату погасить посмол ушла бы она себя со стороны как это по идиотски выглядит звонить звонит незнакомому человеку и говорит про оплату а потом объясняет какую что это за вещь и выключили то ли она сама выключилась и так и не понял лолита везде побрита ну ладно здравствуйте алё здравствуйте вам звонят из компании вред инспектор андреев евгений александрович идет запись разговора как могу к вам обращаться кому звоните вам звонок поступает по поводу дениса борисовича он вам знаком очень интересно так и обращайтесь ко мне так вы ездили что это я есть очень приятно один борисович вам до какой степени он приятно инспектор андреев евгений александрович идет запись разговора за ним по поручению компании квадро надо денег взяли денежные средства компании займ не вернули его на данный момент задов составляет 28 тысяч 900 рублей срок просрочки 90 дней компания требует вернуть денежные средства в полном объеме до 17 мая включительно требования компании выполните оплату производите евгений александрович а вот понимаю да вас на фоне бабьё одно верещит но вы насколько мужику нужно быть конченным чтобы вот на эту вот эту вот лажу повестись идти звонить вот вместе с тёлками сидеть с этими астеричными и ходить этой заниматься сорян конечно за но это это правда это брать вопрос вопросов знаете ничего личного это только бизнес денис борисович однако в отличие от вас у меня нет долгов где бизнес главное и мне никто не звонит никто не требует я сплю спокойно где бизнес бизнес прихожу меня когда жена встречает с хорошим ужином в отличие от некоторых понимаете чем дело с хорошим ужином в отличие меня не беспокоит меня не отягощают долги потому что у них просто нет я захочу могу завтра пойти сбербанк взять пожалуйста кредит могу другой банк пойти в любом микро уехать за границу свободно в отличие от некоторых которые только ну это того что и трясутся что им звонки поступают и как бы родным не позвонили и как бы начальнику им позвонили и как бы меня позориться перед товарищами правда у меня таких знакомых тоже очень много было которые потом бегали советы спрашивали Евгений помоги пожалуйста скажи что мне делать я говорю вернуть деньги красавчик вот это позиция вот это просто кремень по жизни тебе бы книги писать поэтому верните денежные средства но для начала начни их читать кого можешь книги я говорю тебе бы писать но для начала начни их читать можешь начать с простых с картинками мой дадыр или что-то в этом роде ну чтоб мозги хоть постепенно начали развиваться хоть себе ты нафантазировал про красивую жену и вкусный ужин а что это в самом деле их выдумывать смысла нету понимаете в чем дело я так каждый день верю это конечно зафреники я обычно дому знаю что меня ждут и меня встречают знакомые друзья радуются что встречают они думают о блин опять он появился опять еще его звонки дают постоянно и по его душу звонят постоянно чего-то я это знаю я это знаю понимаете Денис Борисович у меня друзей было такие куча да и куда ты всех друзей своих а потом сначала бегали от коллекторов бегали а потом от судебных бегали вот и все слушай знаешь что твоя беда все время бегают все время бегают а потом тот от другого а все равно ты просто в это веришь а деньги все равно приходится возвращать реально или поздно только зависит от трех факторов суммы времени и обстоятельств чем дальше затягиваете тем хуже больше сумма тем обстоятельства хуже четвертый и время затягивается четвертый фактор забыл четвертый фактор самое главное наличие мозгов да ничего нету за душой да это четвертый фактор нет нет это в общем я вас услышал всю информацию зафиксировал наличие мозгов самый важный фактор фантазер знаете что было он просто декларировал ту историю в которую сам верит и конечно же ее собственно в канву реальности обернул вот так вот это должно типа по его мнению происходить ну вот и самозащита это называется здрасте жутко какая-то пауза альфа банк отдел клиентского взыскания ведущая специалиста Зотина Мария Валерьевна ведущая все-таки да да Мария Валерьевна да вас зовут да Мария Валерьевна постановление 15 мая образовалась срочная задолженность по вашему кредитному продукту в пятый день необходима оплата в производстве до 2400 рублей ах 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 кому будьте добры поясните необходимо чтобы это произошло Никита Александрович по вашему кредитному договору нужно оплату производить своевременно в полном объеме кому нужно кому необходимо кто мы то кому ты обращаешься я один здесь нахуй и нарушаясь условия договора первую очередь вам нужно оплату производить обоснуйте пожалуйста я звоню по поводу вашего кредитного договора у меня я не чувствую такой необходимости а вы что разве не понимаете что вы клиент банк что несете ответственность за свой кредитный продукт за мой кредитный продукт очень жаль что вы этого не понимаете Никита Александрович ну что ж извините я живу не ради вас если вам что то в этой жизни вас огорчает но это собственно не моя зона ответственности очень жаль что вы для себя выбрали такую позицию я понимаю я ну вам жаль ну что поделаешь но я еще раз говорю я не могу за ваши эмоции ответственность не только на условиях возврата Никита Александрович вы успешно воспользовались лимитом на свои личные цели нужно оплату производить так я вопрос задаю кому нужно если вот мне не нужно получается банку нужно да ну нет у меня такой необходимости нет у меня такой необходимости вот заверяю вас ну очень жаль что вы до себя такое позицию я знаю вы уже еще четвертый раз мне скажите что вам жаль так ну что мне вот на ваши эмоции вам еще сильнее жаль станет выставить к оплате вам общую сумму кредита это ориентировочно 482 тысячи да это ничего не меняет господи отразится на ваше финансовое положение ведь гораздо легче вам сейчас будет закрыть текущую задолженность 52 300 ну что вы сочиняете а потом вам жаль вы говорите вы же главный специалист но вы что должны простые вещи понимать что какая разница сколько не платить вот человек не платит 400 тысяч или там 5 тысяч 10 50 тысяч он не платит их какая разница сколько там вам нужно будет обеспечить на своем кредитном счете общую сумму кредита и процесс уже будет не обратиться вернуться после этого графика после этой возможности уже не будет подумайте давайте с вами как с ребенком дебила смотрите а как что произойдет если я не как вы сказали не обеспечу эту сумму ну вот что произойдет вам будет жаль опять ну возможно банк обратится в суд вас проинформирует по дальнейшему действию банк а сейчас можно обратиться в суд ну что же вы такая ранимая жаль 5 раз вам жаль мы разговариваем то с вами совсем немножко очень рад заметьте очень рад я понял до свидания и вам до свидания милое создание не расстраивайтесь так в этой жизни что-то все время жаль жаль пять раз сказала что ей жаль сегодня будет решаться вопрос передачи вашего кредитного дела для взыскания третьими лицами для урегулирования вопросов в добровольном порядке срочно оплатите свой ничего не будет решаться потому что некому решать чисто физически все на автомате куда-то перемещается причем не конкретно за одно дело а вот пакетами бим-бим-бим-бим и все передачи как таковой не происходит это раз ну а во-вторых неужели ну есть есть еще люди которые просто холодеют от таких вот автоинформаторов от мысли про коллекторов был же вот сейчас у нас этот как его Евгений Александрович он реально думает вот он раз так говорит иначе бы он так не говорил что коллекторы кому-то могут жизнь испортить что от них надо бегать ну пойми Евгений Александрович счастливый ты наш муж красавицы жены с вкусным ужином ежедневно что ситуация в жизни выглядит так что если предположить что кто-то от кого-то бегает то должен быть догоняющий а мы догоняющих этих ждем вот у нас плейлист видео с коллекторами недавно ролик вышел уже все реже и реже присылают очень мы хотим чтобы приходили что как говорится было от кого бегать давайте друзья если к вам приходят присылайте видео выложим у нас на канале посмотрите сколько прошлый я посмотрела выпуск людей здравствуйте да с кем имеем честь разговаривать это компания вере инфектор колесникова вероника николаевна разговор записывается алексей станислович позвоним вам по требованию вашего кредитора по мтс банк на данный момент у вас имеется актуальная задолженность по трем активным делам ваш кредитор по мтс банк задолженность у вас по потребительству подожди потом вероника потом на эту тему обещаю поговорим я там услышал мужской голос это этот евгений александрович да у вас там один среди баб один прораб как раньше говорили да есть же у вас там мужика ну мужик у вас там есть богатильный сидит в курятнике в этом я не понимаю о чем вы говорите о чем вы говорите на данный момент мы обсуждаем вашу тему а не что-либо вы услышали название ну ладно ну есть короче мужик по моему его евгений александрович зовут подойди ему это самое леща отвесь он прикинь говорит что у него есть жена красавица опиши мне это фуцину там наверное такое тело александрович вы настроены на нормальный диалог ну я же обещал поговорим давай конечно на ты я с вами не переходила александрович куда ты не переходила на ты я с вами не переходила а я тебе не разрешаю конечно тебе нельзя у тебя регламент алексей станиславович научитесь разговаривать с незнакомыми людьми и ожидайте последующих звонков а зачем ты звонишь незнакомым людям ненормальное а потом удивляешься интересно она звонит а мне учиться а нам учиться да с ними разговаривать компания финансовый специалист у нас там Александр дальше разговоры ведется Денис Борисович Лисичкина все верно да угу Денис Борисович что-то в голосе какое-то презрение ко всему человечеству я слышу все с чего это я в голосе в вашем Лисичкина слышу презрение ко всему человечеству на каком основании вы так людей не любите за должности вас имеете а вот так такое простое основание да для вас достаточно чтобы ненавидеть людей а мне кажется вы просто а работу вы будете разговаривать или будете информацию слушать ну давай расскажи свою информацию что у тебя интересного накопилось докладывай Лисичкина только вопросы потом не задавай просто доложи информацию все и вопросы даже не думай задавать давай то что вы перебиваете я продаю никто тебя не перебивает да мне я напрашивался ты что ты сюда позвонила не я тебе ты что ненормальная перезванивать и коллекторов вообще все все в жизни с ног на голову они вообще вот эти вот поля полюса путают да кому там жалуетесь оттого 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 Бориса Ивана Сергеевна разговор в записи вы Сергей Александрович да чего ты взялась что я кому-то жалуюсь я ничего не понял ты чего ты знали так кто ты чего вообще откуда ты такая резвая ну ты чего о себе возомнила она же сама попутала наверно здравствуйте сейчас зона поступает из микрофинансовой компании MoneyMan меня зовут Жжайкина Марина Владимировна Денис Борисович это вы да Жжайкина Денис Борисович это я Денис Борисович веду вас в курс дела компания MoneyMan зафиксирована нарушение условий договора страны по состоянию на 15 мая текущего года вы находитесь на стадии просрочки сегодня 72 день и прикинь алло ну алло Денис Борисович на сегодняшний день я повторюсь 72 дня вы задерживаете оплату вашу задолженность в курс дела ввела 20339 рублей 14 копеек это ваша текущая задолженность Денис Борисович скажите почему оплаты не поступают вот вы задерживаете оплату уже длительный период времени Жижайкина жижайкина в натуре думала что только ты первая меня в курс дела ввела что я типа не знал правда что вы запомнили фамилию Денис Борисович а почему я запомнил запоминать я записал запоминать я не хочу место тратить в голове а слушай а слушай Жижайкина говорил же много раз а что вы именно говорите что не сообщать слова на русском языке ну вы сейчас вам вопрос был задан почему оплату не предложение Денис Борисович вам также был задан вопрос тоже на русском языке и на сегодняшний день вы знаете вы задерживаете оплату 72 дня я еще раз повторяюсь требование конечно требование компании это полное погашение вашего займа именно сегодня данное требование компания выставляет на основании 37 стадии граждан ГОТО Денис Борисович а накануне что при**ли да накануне оказывается мне вату вкручивали в уши накануне да тоже так же говорили именно на сегодняшний день надо оплатить вот сегодня надо вот сегодня надо а сейчас опять сегодня а через три дня позвонят опять скажут вот именно сегодня да мне любопытно сколько вы будете раз так говорить и либо вообще ну забудете про меня либо в суд подадите вы сами с собой разговариваете а что за пустое Жижайкин а ты за пустое место себя считаешь я же на твои вопросы отвечаю аналог ведете Денис Борисович не даю тебе да вставить слово ну давайте по поводу вашей задолженности будем речь вести вы так а про нее говорю или ты не соображаешь что ли вот так вот с вами вам говоришь на русском языке не то что вы хотите слышать и вам сразу кажется договориваете налог не ведите на диалог когда два человека говорят ну ты что все побежала ты все побежала уже да или еще есть что побежала конечно побежала на своем канале вот здесь у нас есть плейлист что делать если и там как раз про коллекторов не один ролик в том числе я там четко по полочкам раскладываю а почему самое худшее это вообще вступать в переговоры именно с коллекторами все такое себе на по телефону с ними договариваться не только с коллекторами вообще с любыми службами взыскания ну а с коллекторами это вообще последнее дело какие-то коммуникации настраивать алло да да я так понимаю это вы верно верно все понимаете я вот не понимаю кто вы такой удивительно что вы вообще успели ответить слайба сайма это звонок слайба сайма какая академическая шутких коллектор Алексеевич меня зовут насчет долга вашего 18 630 рублей 14 подождите а чё не так чё чё вы удивляетесь что я успел ответить я вообще никуда не торопился я просто вам ответил без всякой спешки или каких-то там а потому что ваши документы в ближайшие дни уже передают на последний этап там где-либо прослушиваются где-либо продают коллекторские агентства поэтому как сказал ну прослушивать ладно согласен а чё у вас такое куда торопитесь от оплаты а потому что я знаю что никакого другого этапа не будет все это глупости не будет никакого этапа и о чём вот эти два которые судебные и коллекторы следующий я же вашими словами вы сегодня готовы погасить его что ли? нет а с чего вы так уверены тогда? вы всего лишь должны поставить внутренний регламент работы компании в которой кредитовались ну я знаете как там вас зовут Кузьминков да ваша фамилия Кузьминков я правильно понял или нет? нет ваша фамилия Кузьминков что-то я не понял вот я знаю свою фамилию я говорю как вас а фамилия как? нет такой фамилии замечательная Алексеевич житких слушай ну вот про твою компанию я знаю много своих друзей но вы еще не вот у меня человек 8 которые с вами вот так вот веселятся еще ни на кого вы суд не подали вообще ни разу то есть у вас там компания должников которая никак не может погодить за должность да как 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 знаешь вот тебе может быть ты слушай тебе дают ответ а ты себя ведешь как проститутка тренде чиж да тренде чиж будешь слушать или все послать тебе на все что да а что хочешь вы толком ничего сказать не можете непонятно что несете вообще никита александрович я получше знаю что сейчас будет с вашими документами я специалист компании да без проблем как вы можете знаете что будет с вашими документами мы решаем подавать не подавать продавать ваш долг не продавать ну мы чаще всего мы здесь власть вы решаете не подавать в суд как правило вы решаете не подавать в суд вы то что вы сейчас не говорите это абсолютно бесполезная информация вы отвечаете на мои вопросы ваше дело отвечать на наши поставленные вопросы предоставлять необходимую информацию закон в себя поверил в какой-то момент твоей никчемной жизни я вас спросил почему в досудебном порядке не платите а вы мне кучу бесполезной информации тысячу слов которые мне вообще не нужны абсолютно а это просто информация тебе не нравится поэтому ты ее называешь бесполезной а мне она нравится эта информация какая вы толком мне какой информации не даете какие-то сказки вы тут рассказываете ты так со мной разговариваешь эй черт а что с ними тогда да я и судебной практики не видел открывал доступные источники компания рано или поздно свои деньги да нет такого термина это называется уступка право требования я тебе не приношу прибыль долб потому что что ты увеличил будет достигнут максимальный порог суммы что ты затроил что ты затроил абсолютно неинтересно смысла вас ждать не будет понимаете это ты веришь в эту сказку как самозапенд основная цель компании это получение прибыли это основа экономики Никита Александровна это вы на прибыльник вы неинтересные инвестиции вы неинтересные инвестиции вы неинтересные инвестиции напомните ну все фиксируйте фиксируйте время вам до завтра даю что хотите то и делайте так и поступлю так и поступлю буду делать то что не хочется телефон свой продать вещи свои продать мне абсолютно все равно но чтобы до завтра оплата поступила официальное требование компании до 16 включительно выйти из просрочки и в ваших обязанностях данное требование выпало у финансистов есть термин фиксация убытков фиксируйте убытки так что на вашу ответственность убытки фиксируйте чем больше ждете тем больше будете отдавать вот и вся разница нихуя себе блять сказал я себя вопросы по существу есть у вас? у меня к тебе я ж тебе не звонил дурачок у тебя есть ко мне вопросы по существу? да да вопросы за тему долго имеется за тему долго у тебя меня не имеется некий мне все понятно вы меня плохо слышите забудет твоя контура обо мне все отлично так и есть замечательно само собой жидких поплыл жидких на собственной жидкости да друзья хорошая концовочка ролика этого сегодняшнего знаете я вам напомню не забывайте лайки поставить всем этим что там лолита у нас была сегодня и вот этот евгений Александрович какой тип у него жена красавица напомню ну на порно сайте на каком-то скорее всего и вкусный ужин но если ты считаешь что пельмеши с майонезом это вкусный ужин ну неужели она тебе там каждый день мясо в духовке готовит это она же там в порно сайте ты на себя в зеркало посмотри жена у него красавица все мы знаем кто в коллекторы идет Исичкин из МБФинансы Жижайкина темпераментная особь ну и жидких который поехал на собственной жиже друзья подписывайтесь на канал пишите комментарии чтобы понимать нам в первую очередь что вы по этому поводу всему думаете мы знаем что среди комментариев есть еще всякие там конусоголовые да им тоже пожалуйста не забывайте отвечать мне очень приятно когда какое-нибудь тело написало там про Кузнецова и за Кузнецова встает там несколько человек и видно что сначала это тело рыпается рыпается а потом сливается под лозунгом какой-нибудь типа фразы типа вы все алкаши или должники что с вами ну и такая вот история да хотя наш канал смотрят не только должники ну что поделаешь в любой стране в любом городе в любом даже маломальским каком-то общественном месте существует градация на людей с долгами и без долгов к сожалению в нашей стране процент людей с долгами больше и не люди сами по себе виноваты вообще ответственность на всем этом конечно же на каждом персонально но система так устроена а эти ну все вот эти перечисленные мною ПКМ представители колмаса их беда в том что они не понимают что на самом деле происходит и самое интересное и должники тоже не все понимают и поэтому очень развит тот самый комплекс гусара взял надо отдать там а не понимают откуда так вот эти деньги взялись почему столько много людей должны почему создалась вообще ситуация что человеку пришлось идти за деньгами но когда человек на фоне алчности берет в кредит телефон или какую-то безделушку ну это конечно в общем то достойно какого-то порицания пожелаю всем друзья счастья здоровья финансового благополучия вам вашим близким с вами был сегодня Дмитрий Кузнецов это центр юридической защиты компании Алям до свидания завтра увидимся молодежи на дев boa вы по этим русской excellent ortal если кто